Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Сегодня мы поговорим о такой непростой теме, как миграция. Каждый день идут новости по этой проблематике. Например, глава Следственного комитета Бастрыкин заявил, что количество преступлений, совершенных мигрантами, только за первые полугодия этого года, выросло почти в полтора раза, на 55%. На 5% увеличилось число изнасилований, на 25% разрастных действий в отношении детей, совершенных мигрантами. Глава Рособорнадзора возмутился такой проблемой, что очень часто в школы поступают дети, мигрантов из бывших республик СССР, которые не знают совершенно русского языка. И он говорит, ну как так? Они обязаны знать, ну правильно, иначе как-нибудь постигать школьную программу. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов тоже написал в Телеграме, что в его городе Миллионик, один из лучших городов страны, существует огромное количество школ, где, соответственно, тоже много учеников, детей приезжих, и они тоже, к сожалению, не знают русского языка. Как решать эту проблему в целом, не только образование, но и в целом проблему миграции, как проводить адаптацию, об этом мы сегодня поговорим в нашем эфире. А вы нам звоните в студию 3190, у нас прямой эфир, вы скажите ваше мнение, что вы думаете, как решать все эти проблемы. Хочу представить гостей студии, у нас сегодня прекрасные дамы. Это Елена Машетова, член Совета по реализации стратегии государственной национальной политики на территории Тверской области. Добрый день. И Ирина Терюкова, директор средней школы номер 4 областного центра, а еще депутат Тверской городской думы. Добрый день. Добрый день. Поэтому 3190 звоните, у нас прямой эфир. Ну что, дамы, скажите, вот на ваш взгляд, если говорить о русском языке, как так вообще получается, что к нам прибывают люди, не знаю еще русского языка, но нам как-то говорят, что вроде бы какие-то там нужно тесты сдавать, не знаю, там на границе или где, или в месте, откуда выезжают, или по прибытии. Как у нас так получается? Коллеги, ну я, наверное, начну эту тему, потому что она мне близка, учитывая, что я еще, помимо всего прочего, руковожу учебным центром, который до недавнего времени точно так же занимался тестированием, поэтому знаю проблему не понаслышке. Так вот, может быть, открою, конечно, для некоторых такую завесу тайны, но дело в том, что в 21-м году, в августе 21-го года, у нас были внесены изменения в 115-й федеральный закон, в котором было прописано, что экзамены в устном и письменном порядке сдают иностранцы все, за исключением граждан, которые приезжают на сдачу патента и на разрешение на работу. Таким образом, основная часть маятниковой миграции, которую мы здесь все наблюдаем, просто не обязана законодательно по этому закону сдавать экзамен по русскому языку как говорение, то есть только в виде теста. А что это значит? А это значит, что он действительно как стих может заучить перечень вопросов, там 8-12 вопросов, и прийти, спокойно, совершенно отвечая на эти вопросы, сдать это в любом центре тестирования. Более того, если тестер или руководитель этой организации заподозрит, что у него недостаточный уровень и попробует, так сказать, задать дополнительные вопросы, которые будут не в рамках этого тестирования, он может быть обвинен в превышении должностных полномочий, потому что само тестирование не предполагает знания русского языка. Но это что касается русского языка. А кем обвинен, извините? Ну, например, вот у нас была такая ситуация, когда гражданин одной из стран, не будем говорить какой, привел сдавать жену... Ну, просто не хотелось бы... Ну, хорошо, это Азербайджан. Привел свою жену, которая не то что плохо говорила по-русскому, а от слова сказать вообще не говорила по-русскому языку, и тестеры попросили, ну, как бы задать дополнительные вопросы, потому что, причем, эта женщина сдавала даже на вид на жительство, насколько я помню. Ну, вот, так нас обвинили в том, что написали заявление в прокуратуру, что центр превышает должностные полномочия. Ну, это вот... А какова реакция была прокуратура? К слову сказать, я так понимаю, что ему отказали, но он нам написал заявление, ну, заявление как бы показал, что он как бы, в общем-то... Ну, я так думаю, что ему просто отказали в возбуждении какого-то дела и даже в проверочном мероприятии. Ну, смотрите, прокуратурка, молодец. Молодец, да, молодец. Ну, не стали цепляться. Слава Богу, слава Богу. Но сам по себе факт того, что это возможно, вот в рамках, ну, я бы сказала, извращенного смысла вот этого законодательства, это, конечно, факт. А вы для себя объясняете, да, мы, Ирина, вы все-таки тоже подключаетесь к разговору, как я сказал телезрительный, вы не только директор школы, все-таки политик, депутат, уже не первый далеко год, поэтому у вас есть свое понимание. А вот инициаторы вот этого поправки, как, что только тесты, все. Они чем руководствовались-то, зачем? Слушайте, я вам, честно, не могу ответить на этот вопрос, чем они руководствовались. Но одно я могу сказать. Вот даже отмененный для тех, которые покупают патент, экзамен по русскому языку, в принципе, он влечет за собой несколько проблем, которые возникают. Ну, например, да, мы уже говорили здесь, в этой студии, о понятии трудовой миграции. То есть ты купил патент, ну, прекрасно, ты приехал работать, зарабатывай деньги. Работай, зарабатывай, хорошо. Пусть у тебя нет экзамена, ты там, некоторые профессии, там, не обязательно, там, может быть, настолько хорошо знать русский язык. Но проблема вся в том, что за этим патентом, как правило, следует семья, которую мгновенно перевозится. И вот здесь начинаются большие проблемы. То есть это прописано, что человек, получивший патент, имеет право... Нет, не прописано, но всякими ухищрениями они этого добиваются. Они, видно, жительство подают, они приезжают сюда на год, и все. Дальше жена, которая абсолютно не разговаривает вообще на русском. И дети, которые, несколько их, как правило, в семье, и ни один по-русски не разговаривает. А я вам больше скажу, еще и бабушки, и дедушки. И когда нам, дорогие телезрители, говорят, что страна нуждается в рабочей силе. Я согласен, нуждается. Но, тем не менее, сразу привозь к примеру, дорогие телезрители, стройки. Кто будет строить, если мы поток прикрутим, и, что называется, стройки замрут? Ну, знаете, вот по статистике, дорогие телезрители, вот я вам сказал, что 7 миллионов 660 тысяч мигрантов на начало года, по данным ведомостей, по данным РИА, тоже наше известное информационное агентство, лишь 800 тысяч, 800 тысяч мигрантов действительно строят дома. Чем остальные занимаются, вы все видите, огромное количество заведений общепита, причем, если бы там щи-борщи разливали, оно еще тоже ничего. То есть, где все эти люди, на каких стройках и заводах они работают? А чтобы работать на заводе, тоже, дорогие телезрители, кто не был на предприятиях современной заводы, это далеко уже не те станки, где там, условно говоря, кувалдой что-то бьешь, никакого образования не нужно. Это станки с ЧПУ, и чтобы на них работать, на них работать, не то, что русский нужно бегло знать, нужно зачастую знать и английский, а по дальнейшим временам и китайский, потому что если какая-то поломка, связаться с стороной, у которой был закуплен этот станок, за границей, и онлайн, онлайн, решить проблему. А мне моя коллега говорит, что там не онлайн, а в форме телефонного звонка, сейчас кто-то хочет позвонить в эфир. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, город Тверь. У меня вот вопрос. Трудовые мигранты – это люди, которые приезжают трудиться. Все здесь понятно, но, однако, эти люди приезжают сюда трудиться и везут с собой целые семьи, которые пользуются всеми социальными благами на нашей территории, а сами они при этом не трудятся. Вот у меня вопрос. Почему это разрешено, и для чего нам такая социальная нагрузка? Спасибо. Спасибо, золотые слова. Ну, вот вы знаете, хороший вопрос, актуальный, он часто в той или иной интерпретации сейчас звучит. Так вот, по состоянию, буквально недавно был внесен законопроект о том, чтобы запретить иностранцам, которые сюда приезжают для трудовой деятельности, привозить сюда семьи. Я вам могу сказать, что он не прошел. К сожалению, он прошел в очень суррогатном, усеченном виде, а именно, запретили сюда привозить семьи лицам, которые приезжают сюда на срок на 90 дней. Ну, это просто смешно. То есть, этот человек может приехать с туристической визой, или приехать и вернуться. Они и так сюда не привозят этот именно контингент, трудовые семьи. А патентщики, то есть, те люди, которые получают патенты, как привозили сюда семьи, так предполагается, что их будут дальше привозить. К сожалению. А чем, опять-таки, руководствуются? Когда мы говорили, трудовая сила, допустим, ну, я согласен с телезрительницей, люди тяжелого возраста, которых я тоже вижу, но это точно не трудовая сила. Они не работают. Зато работает моя коллега, которая сейчас должна выпустить рекламу, не переключаясь на сегодня. Очень интересная тема. Буквально через три минуты продолжим. Снова программа эфир, прямой эфир. Тема дня. Мы говорим сегодня о проблеме миграции. Как эту проблему решать? Потому что проблема действительно есть. Я вначале приводил статистику из стороны Следственного комитета. Число преступлений растет. Приводил статистику, что уже в России больше 7,5 миллионов приезжих в массе своей, это из республик Средней Азии, которую почему-то некоторые мои федеральные коллеги стали называть Центральной Азией. Я не могу понять, почему. Потому что Центральная Азия, знаете, такое более расширенное понятие. Это и Афганистан, и Пакистан, и Иран. Поэтому я не знаю, почему вдруг нашу Среднюю Азию стали переименовывать Центральной. Но неважно. Вы понимаете, что это такое? Ну что же, Елена, продолжаем эфир. Коллеги, я хотела бы высказаться по такому поводу. У нас сейчас очень часто муссируется вопрос о том, начиная от того, нужны ли нам мигранты, и заканчивая тем, что если нужны, то в каком количестве. Вот вы знаете, мне кажется, здесь, наверное, наша страна должна для себя решить, прежде всего, приоритет своего развития. То есть, если мы все-таки за поднятие промышленного производства, как вы уже, Роман, правильно сказали, то здесь не про трудовую миграцию вопрос. Она вообще, в принципе, нужна тогда в лимитированном варианте. Потому что это однозначно не тот контингент людей, который нужен на таких производствах. Они, может быть, и желали бы там работать, но это уже не про какие-то адаптационные курсы, это уже конкретно про обучение специализированное, для того, чтобы они могли применить это на сложном оборудовании. Если все-таки мы решаем, что наша страна с промышленным ростом по каким-то причинам времени, и поднимает те отрасли, где нужна низкоквалифицированная рабочая сила, как это вот сейчас. Такая тоже имеет место будет, где действительно не обязательно на станке ЧПУ, согласен. Да, но тогда мы, естественно, говорим уже о каких-то механизмах цивилизованного привлечения, и сейчас тоже об этом много говорят. Почему-то часто очень говорят о централизованном судовозе, и ввозе, который будет курироваться. Мало кто говорит о вывозе, как их отсюда вывозить. То есть, если мы берем все-таки за опыт, например, Арабские Эмираты, где, как известно, мигрантов больше, чем коренного населения, но, собственно говоря, население коренное с ними никогда не сталкивается, потому что условия созданы таким образом, что эти люди приезжают с определенной целью, они находятся, нехорошее, наверное, слово резервация, но, тем не менее, какие-то условия, где они осуществляют свои функции, они не соприкасаются с основным населением. Поэтому в этом случае, наверное, их можно минимизировать с точки зрения адаптивности к этому обществу. Но у нас немножко другая ситуация, если все-таки у нас открытые границы, у нас нет целевого набора, у нас приезжающие граждане абсолютно спокойно общаются с принимающим сообществом и коренным населением, и поэтому здесь нужно ставить вопрос, конечно, о серьезных адаптационных каких-то мероприятиях и об этой адаптационной инфраструктуре. И вот здесь вообще очень интересный вопрос. Сейчас вот Федеральное агентство по делам национальности буквально на днях растиражировало, что они планируют делать курс по адаптации. Но у меня, честно говоря, больше... Он, кстати, давно уже был создан, но у меня больше вопросов, чем, так сказать, ответов к этому курсу, но начиная с того, кто его будет реализовывать. Да. Да, то есть, если мы говорим о рекомендациях, которые заложены в этом курсе, что это будут делать, например, на базе мечетей, на базе каких-то центров, где наибольшее скопление мигрантов, либо там, где они получают услуги, то, коллеги, ну, как минимум, там должны быть специалисты, которые имеют определенные компетенции. Это первое. Второе. Мне просто очень интересно посмотреть на того мигранта, который, не зная русского языка, будет усваивать наши нормы поведения. Вот об этом и речь. То есть, поймет ли он, в принципе, о чем идет речь? Ну, я понимаю, да, что... Сама, как бы, владея методикой ИРКИ, да, что можно все на визуальный ряд, конечно, списать, там, сделать какие-то мультипликационные ролики, но это далеко не все, да, то есть мы туда не историю, там, не нашу культуру. А вы слышали вот этот 70-минутный курс-то, который якобы уже успешно в некоторых регионах внедряли, опровергивали? Да, было пять пилотных площадок, на основе которых были проведены эти курсы, но это такое очень вспомогательное, минимальное, минимальная мера, да, которая, естественно, комплексно этот вопрос не решит. Вот что... Не может ли решить? Как вы сказали, человек читает тоже, насколько я понял, 70-минутной лекции, там, история России, культура и так далее, а человек, в лучшем случае, кое-как владеет русским языком. Я, как человек, не очень хорошо владеющий английским, я понимаю, что беглую английскую речь я буду с трудом воспринять, а тут говорят беглая русская речь, он будет что-то фрагментарное, это если он владеет, а, как вы сказали, когда не владеет, да и плюс, в принципе, 70 минут выслушать, это тяжело все это усвоить, поэтому, мне кажется, это, знаете, для галочки. Я тоже так считаю, что это в большей степени для галочки, и если мы говорим серьезно о том, чтобы решать вопрос о каких-то адаптационных мероприятиях, то, первое, я бы... Не надо ничего выдумывать, в принципе, нужно просто применить то, что уже есть. У нас есть тем же Фаденом прекрасно разработанный стандарт специалиста по межнациональным отношениям, на основе которых есть программа повышения квалификации для почему-то только наших чиновников, а это тоже, конечно, имеет место быть, и оно, может быть, необходимо, но если мы говорим о том, чтобы адаптационные курсы вели лидеры мнений, то, наверное, из общественного сектора этих людей тоже надо каким-то образом обучить и межкультурным коммуникациям, я имею в виду те представители от того же диаспора, которые находятся здесь уже давно, которые хорошо знают русский язык, которые имеют авторитет среди своих сограждан, и, наверное, им как минимум нужно пройти вот эти вот курсы. Кстати говоря, курсы, повышающие квалификацию, дополнительное образование, они тоже есть, не надо ничего выдумывать, это нужно просто применить. И можно это точно так же реализовывать, например, на базе Ассамблеи народов России, которые сейчас есть в каждом регионе, это общественная организация. А что называется народы России? Ну, народы России это калмыки, чеченцы, буряты, тувинцы, русские, карелы и так далее. А у нас что, узбеки, таджики, это народы России? А нет, ну, у нас же есть... При царе-батюшке это был народ России? Нет, у нас же представители, мы сейчас вот говорим, конечно, о миграции, но среди представителей нашего сейчас русского народа, ну, имеется в виду народ, который получил гражданство, точно так же же есть и узбеки, и таджики уже, да, мы сейчас не будем разбирать, каким образом они получили гражданство, но по факту они уже граждане. То есть у нас американец Монсон, который получил русский гражданство, или Жерар Депарде, француз, это французы у нас народы России. Так получается? Россиянин же? Нет, народы... Ну, народы французы, народы России, а как же? Я понимаю, что, может быть, это звучит несколько гротескно, но мы отталкиваемся от факта. По крайней мере, документы у них есть, значит, они входят в народы России, то есть они считаются нашими россиянами. Это мое видение, по крайней мере, это та организация, которая имеет инфраструктуру по регионам, и если мы говорим об общественной деятельности, то она могла бы, наверное, на себя взять эти функции. Если мы говорим о том, что это должен быть какой-то институт, какая-то организация, которая создана региональным правительством, ну, тогда это как бы другое, ну, то есть на это нужно финансирование. А мне хочется спросить, вот как раз заместитель Слава, мне хочется спросить, а за чей счет банкет-то? А вот теперь смотрите, вот если я сейчас немножечко тогда еще отойду в сторону, сейчас очень часто эксплуатируется тема по поводу создания центров до въездной подготовки, то есть в стране исхода... Причем там, в республике Средняя Азия где-нибудь, например, или за Кавказом. Да, да, так вот, значит, как сейчас вообще решается эта проблема, ну, вот в мировом масштабе? Вот, предположим, значит, есть центр, обучающий корейский в Узбекистане. Да, 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 корейский. Вот, у них там все неплохо организовано, у них есть техникум, который они взяли там в аренду или выкупили, я не знаю, значит, там язык, там культура обучается, значит, и там они обучаются специальностям, на которые, собственно говоря, идет целевой набор. В Южную Корею? Да, 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 вот, непосредственно в стране исхода. Значит, на вопрос о том, сколько у них людей въезжает, за тот год у них въехало 50 тысяч человек. Всего. И даже при таком количестве они считают необходимым создавать такой центр. Южнокорейцы? Да, 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 совершенно. Не узбекские власти? Да, 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 да. А у нас, как вы правильно заметили, вопрос идет на миллионы, и у нас как бы системного подхода к этому вопросу нет. Но это, извините, южнокорейцы профинансировали создание этих центров? Да, но когда туда приезжают уже в Южную Корею сотрудники, с них, значит, каким-то образом взымается все-таки, в общем-то, плата, из чего я делаю вывод, что примерно это должно выглядеть таким образом. То есть, существует некий коллегиальный какой-то орган, там уж СРО это там, или, не знаю, там какой-то там фонд наших работодателей, которые там при определенном обосновании считают необходимым все-таки заказать себе иностранную рабочую силу, и, собственно говоря, они должны это и финансировать, скорее всего. Правильно? Это логично. Вот. Дальше, значит, на основе этих средств, значит, центр, который создается в стране исхода, проводит уже определенные мероприятия, чтобы люди сюда въезжали подготовленные. Ну, вот примерно как-то так. Это вообще, как бы, сейчас мысли вслух, это не проработанный никакой проект. Нет, это хорошие мысли, и просто, когда мне тоже говорят, что, ну, государство у нас, да, мы должны создать, а я не понимаю, а почему деньги наших налогоплательщиков, наши деньги, должны пойти, там, к примеру, не на дорогу к четвертой школе, не на ремонт той же самой четвертой школы, которая нужен, и других школ, к примеру. Конечно. И на многое другое, там, поликлиники и так далее. А почему должны пойти на, соответственно, вот эти цели, как обучение, какую-то, я не знаю даже, что сказать, еще, как адаптацию людей, которые сами добровольны, их не на Аркане, не как в Золотую Орду в рабство, они сами приехали, их должны учить. Просто я вот, знаете, рассуждаю, если я захотел бы эмигрировать прямо в США, к примеру, я бы старательно учил английский язык, старатель, сам, конечно, сам, потому что я хочу, я хочу, что меня пустили, во-первых, что меня в посольстве в Москве дали эту визу и так далее. Я бы интересовался культурным, потому что, а как в США? Я бы, я же там жить, а какие особенности, как себя вести, потому что я же хочу там закрепиться, правильно? Конечно. Вот, я бы сам бы, я бы здесь нанял английского репетитора или вообще учил бы онлайн, неважно, потому что я хочу уехать в США, допустим бы. Если люди хотят уехать в Россию, перевести семью, то, значит, как-то надо тоже учить там еще, по ту сторону, что называется, границы, русский язык, разговаривать, стараться с детьми в семье на русском, потому что они понимают, что, ну, он же должен понимать, что детей он подправил в детский сад или в школу, им учиться, ему работать на той же самой стройке. И когда ему разговаривают, что, зачем там киргизской женщине, как я читал сегодня, она работает посудомойкой, особо ни с кем не общается, зачем ей знать русский язык? Ну, как она ни с кем не общается? Если она работает посудомойкой в отеле, и она работает, общается с администратором, она там и так далее, А ей на улице. Нужно спросить, как пройти в библиотеку, к примеру. Сколько стоит эта курица и так далее. То есть ей нужно знать русский язык. Не бегала никак, Александр Сергеевич. Но тем не менее. Но это же должна быть нормальная логика. Тут вопрос же не только в русском языке. Вообще, в принципе, политика миграции, которая у нас существует. Я считаю, что она вообще в корне выстроена неправильно. Потому что, по сути дела, не только русский язык, а история страны, а порядки, а законы. О чем я и говорю, я бы изучал как-то американские порядки, а что у них в США принято, а что не принято. Кто их проверил, например, на психическое здоровье? Кто проверил их квалификацию? А вообще-то он, не важно даже, каменщик, он рабочий, учитель. Вообще не принципиально профессия. Кто проверил эту квалификацию? Мы прекрасно понимаем, как иногда они получают и права на машины. Мы видим, что это происходит. И работники мы тоже видим. Мы не говорим сейчас про всех, но тем не менее, мы видим. Конечно, нельзя от всех. Даже обычные плиточники, штукатуры и так далее. Мы же видим уровень их квалификации. Нулевой. По факту. По факту нулевой. Когда потом эта плитка отвалилась через три месяца. Конечно. Поэтому вот эти все вопросы, которые должны, естественно, рассматриваться. Но дело-то в том, что вот здесь мы много говорили, но это такое эфемерно-большое, что-то наверху нужно принимать. Ирина, я перебью. Нам нужно принимать телефонный звонок. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то меры, связанные с адаптацией вот этих иностранных граждан, которые приезжают? То есть, может быть, есть какие-то центры? Потому что очень же важен сам культурный код. То есть, нужно донести культурный код. Тогда, может быть, людям будет проще ассимилироваться и проще. Ну, и так далее, и так далее. И есть ли вообще какие-то программы, связанные с этим? Донести наши ценности к культуру, историю? То есть, вот такой вопрос. Спасибо. Ну, как мы уже говорили, вроде бы разработан 70-минутный курс, в ходе которого человеку, типа, внятно донесут нашу историю, культуру и так далее. Как вот Елена говорила, вроде бы и диаспоры должны работать, да? По идее, это... Ну, это как предложение. То есть, предложение, несколько вариантов, где может быть реализована эта программа или там ряд других программ. Общественники тоже, в принципе, делали свои программы. У нас, например, в центре есть, скажем, специальные такие игры, да, которые выпущены на грант-президента, которые предполагают вообще и знания, значит, их законодательства, и истории. И тоже это можно делать. Но, опять-таки, объект для исследования, где взять? Мы же не будем за ними по улице гоняться, да? Да, и приглашать их, потому что это утопия. Они никто не пойдет до того момента, пока, скажем, не будет необходимость им получить какую-то бумагу, да, не знаю, сертификат или удостоверение, или там справка о том, что они прошли эти курсы, которые ляжут в основу дальнейшего получения их легализации здесь. Ну, подождите, еще речь-то идет о том, правильно я понимаю, если задали вопрос, вот, существуют ли эти на данный момент курсы у нас в Твери? Вот вы сказали, допустим, существуют, ну, один мы знаем. Где они еще? Где конкретно люди? Даже если бы они и были. Это другой вопрос, что они не идут, их не загнать ни на русский язык, ни на что. Но, допустим, вот, возвращаясь к теме детей, да, что вот детей бы через такие курсы необходимо бы просто, ну, я не знаю, такой на сленге прогнать, да, потому что, в принципе, именно там им могут объяснить и правила поведения, даже дорогу-то переходить, как правильно понимать все правила, нормы поведения, маломальскую историю, ну, я не знаю, все, что нужно, и в том числе русский язык, который как иностранный должен преподаваться у них в первую очередь. Мне хочется спросить, вот, вспоминая мэра Екатеринбурга, что есть школа, где очень много учеников, которые не знают русский язык, Ирина, ну, вот вопрос как к директору школы, а как это физически происходит? Вот садится класс, допустим, там, литература и история, и вот дети, которые с этого года их привели, а они не знают русского языка. А как они воспринимают предмет? Никак. А как это происходит? А так и происходит. Они остаются на второй, на третий год, хотя такого понятия нет, есть условно переведенные сейчас. Хорошо, оставляли уже на второй год. Нет, на второй год давно никто не оставляет. Это можно только по заявлению родителей сделать, и то в том случае, если он не ликвидировал задолженности, а по большому счету они могут и директору дойти. У них должно быть, раз человек не знает русского языка, а что такое учеба, тебе учить не будет по слогам. У него по всем предметам, даже по физкультуре, должна быть двойка. Потому что он не поймет слова физрука, что сейчас, к примеру, волейбол, вот это, ну, тоже, как сказали, правила игры объясняют. Данные предметы, ну, двойки должны быть. Ну, по факту, так и есть. То есть, правда, у них в дневниках двойки, двойки, двойки у таких детей? Ну, в сетевом журнале уже, сейчас электронный журнал, ну, по факту, да, много двоек у таких детей. И самое-то главное, до родителей достучаться невозможно, потому что, как правило, и родители вообще не разговаривают на русском. А если ситуация такая... А когда они приводили ребенка, они как объясняли? Они приводят с собой какого-нибудь типа переводчика, ну, причем какого, который год здесь прожил, чего-то там может сказать. Ну, вот в продолжение темы я хотела бы сказать по поводу детей. Вы знаете, здесь вот существовал у нас проект, назывался он «Учимся жить в России». Это школа на Калино-центре. В Калино-центре она существовала полтора года. На Нагино. Да-да-да, соответственно. Вот, полтора года был проект. Детей было за вот это время где-то порядка 280 человек. Вот, был разработан курс, полностью курс прошли всего несколько человек. Основная масса родителей, которая приводила детей, приводили с той целью, чтобы устроиться в школу. Ну, потому что в школе, по всей видимости, было какое-то входное тестирование, да, ну, небольшое, по крайней мере, да. Слушай, устроиться? Устроиться, ну, чтобы его взяли в школу. А, устроить, устроить в школу, собственно, педагогом работать. Да-да-да, устроить в школу ошиблась. Вот. Как только школа брала этого ребеночка, значит, в школу, соответственно, все вот дальнейшие, значит, обучения по языку и всему остальному, они прекращались, потому что мотивации уже никакой нет. Ну, как никакой они собираются здесь жить? Это же главная мотивация. Ну, у них мотивации, как бы, нет никакой. И вы знаете, вот мы когда, ну, просто присутствовали при формировании вот этих групп, было очень интересно, каким образом, по возрастному ли их признаку, или по возрастному, и по уровню языковой компетенции там формировать, да. Да, преподаватели были все ИРКИшники, ИРКИ, это русский язык, как иностранный, и плюс еще были тьютеры со стороны исхода, ну, для того, чтобы на первом этапе, по крайней мере, каким-то образом, ну, адаптировать этих детей. Вот, так вот очень интересный факт был, да, мог сидеть в одной группе ребенок, которому там 8 лет, и могла сидеть девушка, которой 17 лет, которой абсолютно не нужно по ее менталитету образования. Она ходит сюда вообще непонятно зачем, просто исключительно для того, чтобы получить итоговый какой-то документ, который даст ей право жить в России. Вот, и, в принципе, каждый раз, когда она приходит на урок, она просто смотрится такими скучными глазами, зачем ей это нужно, ей уже замуж нужно выходить, рожать детей, а ее тут заставляют там, в общем-то, учить русский язык. Вот, вот такие вот были моменты, и, тем не менее, как бы, что-то школа существовала, но просто потом все сделали это как отложенный проект, к сожалению, приходилось просто снимать помещение, и, ну, не в состоянии стали дальше, как бы, ее содержать, и поэтому, ну, как бы, закрыли эту школу. Вот, но она была, и были методики, методики были все сертифицированы, нашими университетами, в частности, санкт-петербургским, поэтому опыт такой есть, тоже министерство образования наше знает об этом, и школы наши знают об этом. Вот, понимая, что всю, ведь всю проблему, значит, детей невозможно решить одним центром, вот, было предложено сделать курс, курс повышения квалификации для учителей, которые, значит, имеют отношения, ну, занимаются с детьми с миграционным опытом. Был разработан такой курс, он тоже есть, кстати говоря. Вот, поэтому... При такой нагрузке учителей, которые сейчас существуют, если еще и здесь перейти, то, знаете, просто кадров нет для того, чтобы обучать. Это нужно в рамках высших учебных заведений или колледжа педагогического такого же, допустим, учитель-начальник классов, и с правом работы учителя русского языка, например, как иностранного, но, условно говоря. Просто здесь проблему-то надо решать не только вот этими центрами адаптационными и так далее. Вообще, в принципе, на законодательном уровне нужно, если ребенка взять в школу, можно только тогда, когда он прошел год, например, обучения русского языка. На законодательном уровне нужно закрепить о том, что это курсы, школа, как угодно можно назвать, но каждый ребенок должен посещать. А сейчас получается как? Вот он приходит, ни слова не говорит по-русски, ничего не понимает. Он даже не понимает, даже его спрашиваешь, как тебя зовут, пока ему не переведут это, он не может ответить. Ты его не берешь и говоришь, идите подучите русский язык. Но у них настолько грамотные есть их наставники, назовем их так, которые мгновенно позвонят в управление образования, в министерство образования, в прокуратуру, куда угодно. Позвонят и скажут, вы обязаны взять, вы не имеете права. Другая проблема еще есть такая, что вот они приехали, мигранты, вообще неважно из какой страны, они регистрацию делают по деревням, по разным, деревням, селам и так далее. Хорошо, вы приехали, ну и слава богу, поднимайте деревню. Но нет, они там зарегистрировали себе в одном доме 150 человек и приехали сюда. А его в школу вы можете не взять? И тоже прокол. Как? Мы тоже так думали. Оказывается, нет. Вот ребенок у вас есть на территории проживает, вы обязаны учить его. И все, и к сожалению, мы сейчас бесправны. И получается так, что, вот возвращаясь к вопросу, ладно там в каких-то больших школах, допустим, ну условно, как наша школа, да, там в классе будет сидеть 5-6 человек, ну максимум. А есть школы, где в классах сидят до 70%, до 70% в классах первых. И что там делать? У учителя нет знаний, преподавания предметов. И не обязаны. Ну и в принципе не обязаны. Это учитель муниципальной, городской школы. Это что, получается, 70% в итоге на второй год остается? Плюс еще, ну конечно, они остаются в первом классе, невозможно оставить. А вот седьмых и так далее, если кто-то с первого пошел, они как-то там дотягивают. Ну 2-3, 2-3, вот таким образом и перешагивают. Есть еще одна проблема, которая с миграцией, с детьми связана. Это то, что ребенок, попадая в среду, который он не понимает даже на уровне бытовом разговорную речь, он пытается себе, естественно, найти в друзья тех, которые его понимают. А понимать его кто может, это только земляки. Соответственно, по несколько человек, вот эти группки, которые вдруг окрыляются, так назовем на сленге, которые уже, они встают в позицию защиты. Непонятно почему, потому что в принципе никто не делит их, там, мигрант, не мигрант в школе и так далее. Но именно этими группами ребят и происходит в основной своей массе там порча имущества на стадионах, школах и так далее. Они пытаются, видать, таким образом, если с психологической точки зрения смотреть, на себя обратить внимание, а может быть навредить, выместить зло, потому что они сидят, возвращаясь к уроку, так же, ну, как меня бы сейчас посадили на урок китайского языка, где бы я хлопала глазами и восхищалась бы, ну, ничего бы не понимала. Вот они так, наверное, сидят. Показывает мой коллега телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Я сейчас внимательно, уважаемые госпеи ваших, во многом поддерживаю практически во всем. Вас тоже, Роман. Понимаю, в чем дело. Такое впечатление складывается, что мы сейчас боремся все вместе со следствиями, что нас приперли к стенке вот этими проблемами, учителя выкручиваются, ищут в школах места, полиция вешается и знает, что делать с этими мигрантами, языковые центры там пытаются с ними что-то сделать, их адаптировать. А зачем нам вообще этим заниматься? Понимаю, в чем дело. Мы боремся со следствиями с проблемой, а не с ее причинами. Дело в том, что мы их пытаемся зачем-то адаптировать, этих мигрантов. Ну, знаете, по-русски говоря, на кой черт они здесь вообще нужны? Зачем им выдают паспорта? Зачем для того, чтобы класть плитку или кирпичи? Зачем им в совершенстве знать русский язык? Более того, русский язык, вот сейчас вы много об этом говорите, языковой адаптации. Это не панацея. Те мигранты, которые недавно изнасиловали журналистку в Останке, они очень сносно говорили по-русски. И те террористы, убийцы, которые в Крокусе устроили, они тоже, им хватило русского языка для того, чтобы совершить чудовищный теракт, массовое убийство. Где надо, так они его знают. Это они уже потом на допросе прикидывают, что не знают. И у нас сейчас идет колоссальная демографическая, я это диверсией называю, то, что происходит. Когда у нас уже каждый десятый житель России, это уже мигранты. Более того, они плодятся один к пяти, один к семи. Вы понимаете, что будет через 25 лет, что мы нас детям оставим. Как сказал Клишес, уважаемый человек, сенатор Совета Федерации, они приезжают жить не с нами, а жить вместо нас. И вот это очень ключевой тезис. В одном предложении сформулировал всю основную фабулу вопроса. Понимаете, в чем дело? Поэтому вопрос вам такой. Кто стоит за этим, за всем? Почему все население уже стонет от этих мигрантов, наше коренное население? Потому что президент говорит, что на первом месте должно быть интерес к коренному населению. Но, несмотря на это, только в этом году в Москву, по-моему, что-то около миллиона восемьсот завезено, в Московскую область восемьсот тысяч и так далее, продолжают пребывать. Вот этот вопрос, кто за этим стоит? Почему мы все общество, там, полиция, институты власти, законодательная власть, почему не можем с этим справиться? Как вы думаете? Спасибо. Спасибо. Звонок, да. На латыни, куй продаст, кому выгодно. Да, Ирина, я прервал. Вот, возвращаясь к нашему разговору, я так думаю, что проблема еще стоит в том, что отсутствие уважения к культуре страны, к истории страны и, в принципе, к старшим. Можно наблюдать. А вы считаете, у них к старшим, наоборот? У них к старшим, к своим, да. К своим, да. Но абсолютно не считаются, они могут оскорбить родителей, старших и так далее. Но к вопросу, вот сейчас задал нам телезритель. Разве мы можем знать, кто за этим стоит? Ну, однозначно мы можем сказать о том, что вот паспорт, он должен выдаваться только тогда, когда государство убедилось в том, что этот человек образованный, имеет квалификацию, не имеет психических заболеваний, не состоит в экстремистских организациях. Опять-таки, знание русского языка, истории и так далее, да, и только в этом случае, и причем далее, далее, период времени, на который государство должно смотреть, я не знаю, на жизнь, да, анализировать, и все, достойно-недостойно, иначе сразу все, и депортация. Ну, паспорт должно быть привилегия. Да. Привилегия. Да, привилегия. А не обязанности его выдать. Потому что в Америке грин-карт, разрешение на работу, вовсе не означает получение американского гражданства. Ну, да. Совсем не означает. В Англии то же самое. Ты получил трудовую визу, ну, кто сказал, что тебе дадут паспорт за британским львом? Да ничего подобного. А то можно сказать, что если бы свои функции и обязанности выполняли бы все структуры ОМВД, миграционные службы, все сотрудники паспортов и так далее, то в этом случае такого безобразия бы просто не было. Елена, согласна? Да, я вообще полностью согласна. И вот один из аспектов проблематики миграционной темы я и хотела как раз таки осветить то, что давайте будем честными как бы и скажем, что одна из проблем существует в том, что у нас органы, которые отвечают за миграцию, то есть которые отвечают за контроль над миграцией, они параллельно с этим еще заинтересованы в оказании, значит, этим же мигрантам платных государственных услуг. Но я думаю, что это ни для кого не секрет. И, как вы понимаете, это вообще в принципе парадокс. Это как минимум конфликт интересов, если уже не сказать больше. Никоим образом не хочу какую-то всю вину свалить на органы ОМВД, но тем не менее проблема есть. И, наверное, ее надо, так сказать, обострять и думать над тем, как этот вопрос можно решить. Ну а что с точки зрения того, кому это выгодно? Ну да, все понимают, что, наверное, это не просто ситуация происходит, потому что у нас там сидят какие-то не очень образованные люди или которые не понимают проблемы. Скорее всего, да, как бы, в общем-то, есть заинтересанты. Те, для кого интересы личные выше интересов Родины. Да, благодаря которым происходит такая ситуация. Тем не менее, вот как бы не один, много, вернее, законопроектов, которые вносятся с целью того, чтобы регулировать этот вопрос и минимизировать все вот эти вот издержки, которые мы с вами все наблюдаем. Они отклоняются. Да, они отклоняются по какой-то причине. Хотя очень часто профильные даже комитеты их пропускают, вот я тоже смотрела, а потом все равно отклоняются. Ну что ж, наш фир подошел к концу. Вы слышали мнение наших спикеров, мнение телезрителей. Проблема большая есть. Очень хочется надеяться, что когда-то наши, и все-таки правильно вот сказала Елена, ОМВД, потому что, ну, а кто запускает наши, кто им паспорта дает? Я вот не могу понять, вы слышали, недавно, может, телезритель, скандал был, что серп, который проливает кровь за нашу Родину в Донбассе, долго не мог получить русский паспорт. Хотя очень хотел. Притом, что президент сколько раз говорит, что нужно таким людям давать. Скандал был. А почему-то мигранты получают русские паспорта направо и налево, не зная русский язык, не желая адаптироваться. Поэтому, уважаемые господа полицейские, полиция, которая меня бережет, раньше говорили, милиция, вы уж нас берегите, пожалуйста. В конце концов, вы с нами здесь вместе живете, вы вам, вашим женам, детям ходите по этим улицам и ходят. Поэтому, я думаю, вы хотя бы о них подумайте, пожалуйста. Ну и депутаты, конечно, Госдумы, в том числе, ведь это Тверская область есть, тоже. Как вы слышали, Госдума почему-то принимает интересные законы или отклоняет нужные. Тоже, уважаемые наши народные избранники, мы же вас избирали, чтобы вы нас защищали и о нас думали. Подумайте. Спасибо большое, уважаемые гости. Это была программа «Тема дня». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова